Представьте себе, что у вас дано множество, в котором энергии нет. Множество первых энергичных чисел. Представьте себе, что А1, А2 и так далее Ахатэ это какие-то его подможества. И никакое из них не является подмножеством никакого другого из них. Вопрос, насколько большим может быть число К? Ну вообще всего в n-элементном множестве, как известно, 2 в степени n-элемента. И это самое число 2 в степени n, оно состоит вот из чего. Количество 0 элементов множеств, плюс количество 1 элементов множеств, 2 элементов множеств и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до n-элементов. Замечательно. Ребята, я вам сейчас предлагаю простую конструкцию. Давайте фиксируем какое-то количество элементов и рассматриваем все такие подможества. Ну вот, например, пусть у меня число S будет некоторое фиксированное число. Рассмотрим все число сочетаний из n по S, S элементное подможество. Вы понимаете, что они в друге не содержатся? Не бывает, что S элементное подможество является кусочком другого S элементного подможества. Правильно? Значит, я могу написать такое неравенство. Число K, ну максимально возможное число K, не меньше, чем вот такое число. Ну, единственный вопрос. Какое взять разумно число S? Ну, мне кажется, очевидно. В качестве числа S разумно взять целую часть числа n пополам. Почему? Потому что, если вы вспомните треугольник Паскаля, то как он выглядит? 1, n, n на n минус 1 пополам. Числа возрастают, возрастают, доходят до середины и начинают бывать. В треугольнике Паскаля самое большое число в середине, ну, там по-разному бывает, бывает два, а рядом, вспомните, как-то треугольник Паскаля сказать, одна из трех. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Вспомни пятая строка. Вот, возрастает, равно бывает. Или, следующая строка, 1, 6, 15, 20, вот максимально число. Потом, 15, 6, 5, 1. Вот здесь максимум. Так вот, разумеется, надо брать максимум, да? А здесь без разницы. Есть у нас что-нибудь нечетное, да? Замечательно. То есть, надо брать более-менее половину. То есть, такое число гарантируем. Берем все подмножества, в которых целая часть половины n. Значит, если число n это 2m, то ответ это число сочетаний из 2m по m. Если число n это 2m плюс 1, то ответ это число сочетаний из 2m плюс 1 по m плюс 1. Вот, только внимание, это пока что была конструкция. Я объяснил, что столько множеств бывает. А интересный вопрос, почему нельзя больше? Может быть, я могу взять сколько-то там одноэлементов, сколько-то двухэлементов, сколько-то там 80 элементов, как-то из этого все скомбинировать? Оказывается, нет. И решение задачи в точность тем же методом, каким я только что вам решал задачу об вычислении количества килограмм. Смотрите, господа, пусть у вас есть какое-то из наших ашек, там, не знаю, какое-то там а или т. В нем некоторое количество элементов. Ну, я не знаю, сколько количество элементов обозначено, скажем, числом r. Замечательно. Господа, я сейчас сделаю ровно то же самое, что делал только что в деревне. Я возьму это самое вот наше множество аэльта и буду его потихонечку разбирать, отнимая от него по одной точке. То есть, в нем r элементов, замечательно, любой из них выберем. Это можно сделать r способом и выбросим. Потом из оставшихся любой выберем и выбросим. Из оставшихся выберем и выбросим. Так мы от него по одному элементу будем отнимать. Понятно, что это делается вверх в деревне 8. Таким образом, у меня есть множество из-за элементов, и оно постепенно тает. По одному элементу уменьшается, уменьшается, вплоть до пустого множества. Но в данном случае мне интересно не только это. Мне интересно еще и добавлять к нему. Что значит добавлять? Это надо взять любой элемент, который ему не принадлежит. Это делается n-f способом. Добавить. Потом взять любой элемент из оставшихся. Добавить. И так далее, и так далее. То есть, добавление делается n-f способом. Значит, господа, еще раз. Вот отсюда до пустого множества дойти f способом. Отсюда до множества из-за элемента дойти n-f способом. Отсюда дойти до пустого множества, это f ф способом. Отсюда дойти до верха, это n-f способом. Сколько всего цепочек, которая начинается с пустого множества, каждый раз по одному элементу добавляется, проходя через ic и доходя на множество из-за элементов. сколько штук? здесь f от 3 вариантов здесь f от 3 вариантов цепочек всего согласны? ровно сколько штук так? отлично а теперь вопрос может ли в этой цепочке где-нибудь встретиться а с каким-то другим номером или сверху или сверху как вы считаете? вы помните, о чем задача решает? множество а1, а2 и так далее никакое из которых не является подможеством никакого другого замечательно мы сейчас что делаем? мы берем нашу ашку и если вниз идти то по очереди по одному элементу убираем а если вверх идти то по одному элементу добавляем можем мы во время этой работы встретить а с каким-то другим номером? как вы считаете? почему нет? вот скажем идем вверх добавляем, добавляем, добавляем и встретили там а с каким-то номером это значит что это а содержит это в качестве подможества правильно? а если по одному элементу убираем почему не могли встретить а? опять господа получается что такого рода цепочки проходящие картинка такая вот у меня есть у меня есть пустое множество у меня есть пустое множество здесь на этом этаже одноэлементное множество на следующем этаже одноэлементное множество на следующем этаже двухэлементное на следующем трехэлементное это то, что называется n-мерный путь понятно, да? замечательно так вот когда вы берете любой такой вот путь каждый раз на одну точку становится больше этих путей всего n-мерный путь факториал штука. Если такой путь проходит через какое-то там АЛТ, то не может такой путь пройти через А с другим М. То есть пути, проходящие через какое-нибудь там, не знаю, чем А первое, это другие пути. Пути, проходящие через А второе, это еще какие-то пути. Мораль, если вы для каждого из наших А, посчитаете, сколько проходит таких путей, то общий результат, когда все это сложится по всем А, будет не больше, чем Н в катериал. Если мы для каждого из множеств А посчитаем, сколько через него проходит путей, то общий результат будет не больше, чем Н в катериал. Замечательно. Но внимание, через А, в котором Р элементов, проходит вот столько этих самых штук. Теперь надо изучить вот эту величину. Р в катериал умножить на Н минус Р в катериал. Господа, на всякий случай все помнят, что число сочетаний из Н по Р это Н в катериал разделить на Р в катериал. Н минус Р в катериал. И все помнят, что максимально большим это число является в ситуации, когда берем число сочетаний из Н по Р в катериал. Значит, смотрите, что мы пишем. Это не больше, чем Н в катериал разделить на С в катериал, Н минус С в катериал. Где, внимание, С это наше число, уже написано. С это число, то есть целая часть Н пополам. Максимальное количество вот такое. У нас получается, что С в катериал умножить на Н минус С в катериал меньше или равно, чем Н минус С в катериал, умножить на Ф в катериал. Проще говоря, когда берешь множество, в котором более-менее половина, то есть Н пополам элементов, или нижняя целая часть, или верхняя целая часть, то количество цепочек, которые через это множество проходят, оно самое маленькое из возможных. Но, внимание, когда у нас были в точности вот эти вот С элементные подмножества, то каждая цепочка проходила ровно через одно из них. Потому что если вы начинаете с пустого множества и добавляете по элементу, то в какой-то момент вы наберете ровно, и в единственный момент у вас будет ровно столько элементов. Значит, у вас цепочек было в точности число сочетаний из Н по С в штук. Было как бы, было в точности равно. Если вы какую-нибудь из множеств измените, то у вас ситуация ухудшится. И поэтому общее количество этих множеств А должно быть меньше, а не больше. Не знаю, поняли я. Значит, ребята, вообще это абсолютно классическое решение. И если вы этого не поняли, значит, вы ее предыдущую задачу не поняли. Потому что идея ровно-ровно та самая. Давайте еще повторяю, мы вместо того, чтобы рассматривать отдельное подмножество, сделали такую забавную вещь. Мы рассмотрели всевозможные цепочки, где на каждом шаге происходит добавление ровно одного элемента. На самом деле, в терминах Н-мерного куба. Всевозможные пути, которые из одной вершины, из пустого множества Н-мерного куба, ведут в противоположную вершину. И каждый раз мы сдвигаемся по репополу. Мне кажется, что это должно быть более-менее понятно.